Министерство окружающей среды Южной Кореи во вторник начало проверки дизельных моделей автомобилей Volkswagen. Ведомство намерено выяснить, не занижаются ли в автомобилях объёмы выбросов выхлопных газов во время тестов. Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, ранее подтвердил, что устанавливал на свои дизельные автомобили, которые шли на продажу в США, специальное программное обеспечение. Оно занижало объёмы выбросов во время тестов на 40%. Позже подтвердилось, что подобное оборудование использовалось и на европейском рынке. В Южной Корее планируют проверить от 4 до 5 тысяч автомобилей марок Jetta Golf и Audi A3, произведённых в 2014 и 2015 годах. «Сегодняшний тест будет продолжаться 97 минут. Мы выясним, не превышает ли объём выбросов установленные стандарты на основе данных, полученных в ходе этого теста». Правительство Южной Кореи объявило, что к ноябрю примет решение о том, нужно ли производить отзыв автомобилей или приостанавливать продажи. При этом южнокорейское подразделение Volkswagen уже сообщило, что отзыв может затронуть 120 тысяч автомобилей. Власти Южной Кореи также объявили, что не ограничатся проверками только дизельных автомобилей Volkswagen. С декабря они займутся тестированием машин других автопроизводителей. Между тем, в США подобные проверки уже начались. Агентство охраны окружающей среды исследует более двух десятков марок авто, произведённых такими компаниями, как BMW, Chrysler, General Motors, Land Rover и Mercedes-Benz. Скандал с Volkswagen затронул более 11 миллионов автомобилей по всему миру. Компании грозят многомиллиардные штрафы.